Добрый вечер, начинаем тридцать шестой урок по книге Шмот. Мы в самом начале недельного раздела Итро. И услышал Итро жрец Медьяна, тесть Муше, обо всем, что сделал Бог для Муше и для Израиля своего народа, что вывел Бог Израиль из Египта. И взял Итро, тесть Муше, цепор уже на Муше, после того, как она была отослана домой. И двух ее сыновей, имя одного из них Гершом, потому что Муше сказал, я стал пришельцем, Гер, пришельцем в чужой стране, а имя другого Элиезер, потому что Муше сказал, Бог моего отца помог мне и избавил меня от меча фараона. И пришел Итро, тесть Муше, и его сыновья и жена Муше в пустыню, где он расположился в стане у горы Божьей. И сказал Итро Муше, я твой, тесть Итро, иду к тебе, и твоя жена, и оба ее сына с ней. И вышел Муше навстречу своему тестю, и поклонился, и поцеловал его, и спросили друг у друга о благополучии, и вошли в шатер. И рассказал Муше своему тестю обо всем, что сделал Бог фараону, египтянам из-за Израиля, обо всех испытаниях, которые встретились им на пути, и как Бог избавил их от них. И радовался Итро всему благу, который сделал Бог для Израиля, тому, что он спас их от египтян. И сказал Итро, благословен Господь, который спас вас от египтян и от фараона, который спас народ из-под руки египтян. Теперь я знаю, что Господь выше всех божеств в том же, в чем злоумышляли против них. И взял Итро, тесть Муше, жертву всесожжения и иные жертвы Богу. И пришел Арон с ним, и все старые жены Израиля есть хлеб с тестем Муше перед Богом. Вот этот самый первый отрывочек. На предыдущем уроке мы уже упомянули, что есть спор между еврейскими мудрецами о том, когда произошло описываемое здесь событие, или, может быть, описываемое здесь событие. Может быть, здесь есть большее одно. По крайней мере, вопрос, когда пришел Итро – до того, как была дана Тура или после того, как была дана Тура. И есть разные мнения. В Михельте, это сборник Медрашей, приводится так. И услышал Итро. Что же он такое услышал Итро, как сказано в самом начале, услышал Итро и пришел. И услышал Итро, жрец Медьяна, обо всем, что сделал Бог для Муше и для Израиля. О чем же конкретно? То есть, что он услышал такого, что подтолкнуло его прийти и, в конечном итоге, присоединиться к еврейскому народу, сделать Гию. Первое мнение – он услышал о войне с Амалеком и пришел. Ведь непосредственно перед этим написано именно об этой самой войне. Отрывок, который находится в Туре непосредственно перед историей Итро – это война с Амалеком. Об этом он и услышал. Это мнение Раби Ушуа. Мнение Раби Лиезера, что он услышал о рассечении моря. А вот мнение Раби Лиезера Мудаи другое. Итро услышал о дровании Итро и пришел. То есть, понятно, что по мнению Раби Лиезера Мудаи Итро приходит после получения Туры. И этому мнению явно помогают ряд деталей в том отрывке, который мы прочитали. Ну, во-первых, то, что, точнее, совсем, если уж до конца точно, ряд деталей текста не из этого отрывка. В этом отрывке есть одна важная и явная деталь, доказательство для Раби Лиезера Мудаи – то, что Итро приходит к Муше, который находится в стане у горы Божьей в Хореве, то есть, там, где была дана Тора. А если он пришел до дрования Торы, то, по идее, он должен был бы прийти к Муше в какое-то другое место, на другую стоянку, а не на стоянку у горы Синай. Кроме того, приводится еще доказательство. В следующем отрывке, когда Итро спрашивает Муше, увидев, что к нему приходит масса людей, спрашивает, что ты здесь делаешь, почему эти все люди стоят и ждут тебя, он объясняет, среди прочих раз, чем он занимается, пытается рассудить между людьми, если у них есть какая-то ссора или какой-то спор материальный. Кроме этого, он еще и сообщает им законы Бога. Ага, какие же законы Бога до дрования Торы на Синай. Значит, это еще одно доказательство того, что он пришел после того, как была дана Тора на Синай. Наконец, третье доказательство, которое Тора здесь приводит, в пользу версии Рабеля Азара Мудаи. То, что в конце этого отрывка о Митро написано, что Муше отпустил и проводил Митро, и тот ушел к себе. А в книге Бамидбар выясняется, что это произошло через год почти после того, как еврейский народ стал станом у Синай. Стало быть, все эти события происходят после дрования Торы, по мнению Рабеля Азара Мудаи. С другой стороны, мнение Рабеля Азара Рабьюшуа не такое, что следует текст понимать просто, то есть, так как написана здесь последовательность событий, изложенных в Торе, ее не следует изменять. Если написано о том, что Итро пришел, если отрывок, говорящий о том, что Итро пришел в стан евреев, написан до дарования Торы, значит, это случилось до дарования Торы. Ну, а на вопросы, которые были заданы, доказательства, можно найти контраргументы, можно найти ответы. И то, что говорится здесь о законах, которые Муше сообщают, в конечном итоге, уже часть законов была дана еврейскому народу для того, чтобы ими заниматься до дарования Тора, это произошло во время стоянки в Нора, это раз. Ну, а то, что Итро уходит только после того, как еврейский народ пробыл целый год у горы Синая, значит, он уходит только после, он мог уходить несколько раз, он мог уйти сразу после того, как он первый раз пришел, он мог уйти для того, чтобы после того, как он сам сделал Гиюр, сделать, привести к себе и всех своих домочадцев, их тоже привести к Гиюру. А затем, вернувшись во второй раз в Стан Муше, он захотел, когда еврейский народ уже двинулся в Российсраиль, он не нашел необходимым с ними вместе идти и выразил желание снова во второй раз вернуться домой. Так, по крайней мере, пишет Рамбан, который придерживается мнение Рамбюшуа и Раби Лиэзера, что Итро пришел до получения Торы, и вообще-то Рамбан последовательно во всех своих комментариях к Торе старается, если нет крайней необходимости, не применять этого правила, которое мудрецы выразили словами Эйн Мугдамум и Харбетура, то есть события в Торе из Ролжины, не в хронологическом порядке. Рамбан утверждает, что это правило сказано мудрецами, применять его следует только в крайних случаях, когда просто другой возможности объяснить текст нет. Если есть возможность объяснить по-другому, то мы воспринимаем по умолчанию, что события в Торе изложены в хронологическом порядке. Так и здесь. Итак, Итро прибыл до получения Торы, через некоторое время после того, как он пришел, он ушел для того, чтобы привести к иудаизму и всю свою семью, а затем снова вернулся. И наконец, в книге Бамидбар сказано так, Мушек говорит своему тестю, мы направляемся к месту, о котором Бог сказал, я даю его вам, то есть в Эрец Кнан, в Эрец Исраил. Пожалуйста, пойдем с нами. Если Тро присоединился уже к еврейскому народу, почему надо его уговаривать, чтобы он пошел с нами? Здесь есть небольшая загвоздка, а именно. Дело в том, что земли в Эрец Исраил, они должны были разделяться между сынами еврейского народа, потомками прадцев Абрама, Ицхака и Якова, которым была дана Эрец Исраил. Земельные наделы для гейры, для празелитов, присоединившихся к еврейскому народу, не были предусмотрены. Поэтому совершенно естественно, что Мушек здесь прилагает усилия для того, чтобы убедить Итро идти вместе с ними, хотя вроде бы прав на землю там он не имеет. То есть нет никакой мысли о том, что Мушек в качестве верховного вождя царя или еще как-нибудь может уже своему тестю устроить небольшую трехкомнатную квартирку где-нибудь в пригороде Иерусалима, об этом разговору нет. Земельный надел он там не получит. И Мушек еще опасается, что если Итро не пойдет вместе с ними в Российсраиль, то люди воспримут это именно так. Но в тот момент, когда Итро, пока Итро думал, что у него есть какие-то шансы, он присоединился к еврейскому народу, как только стало известно, что квартиру ему там не дадут, то он тут же отправился к себе домой. Поэтому уже старается убедить его все-таки пойти с нами, чтобы не было здесь Иллу-Ляшем, чтобы не было осквернения имени Бога, то люди скажут, что Итро руководили только материальные мотивы. Как Итро реагирует на это? Говорит, там нет, я не пойду. Лучше я пойду на свою землю и на свою родину. Мушек снова упрашивает, говорит, пожалуйста, не оставляй нас. Я прошу тебя об этом, потому что ты так хорошо знал наши стоянки в пустыне, и был бы нам глазами. И если ты пойдешь с нами, то добро, которое Бог сделает нам, мы сделаем и тебе. Здесь имеется в виду, добро, которое Бог сделает нам, имеется в виду, Бог даст нам страну, Итро. А что можно дать тебе? Итро. Сказали, что Герим не получили земельных наделов в городе Исраэль. Талмуд говорит, что еврейский народ тогда принял решение для потомков Итро дать им в долгозрочную аренду большой участок земли в районе города Ерехо, в центре выращивания финиковых пальм. Почему в долгозрочную аренду? Имелось в виду следующее. В дальнейшем еврейский народ должен будет построить храм. Храм должен стоять на какой-то земле. Это значит, что одно из колен, то, на чью территорию пойдет выбор Всевышнего, установить храм там, ему придется поступиться определенной площадью своего надела. Для того, чтобы никто не чувствовал себя ущемленным, а наоборот почувствовал бы только гордость от того, что ему выпала эта возможность выделить свою землю для построения храма. Но при всем при том не сожалеть о потерянной земле, для этого решили выделить место, которое будут хранить пока что. Никому оно не будет дано в надел, а как только выяснится, какое же из колен должно будет построить храм на своей территории, ему в качестве возмещения за потерянную территорию будет выделен вот этот вот самый участок ничейный. И вот этот самый ничейный участок был в районе Ерехо, в этом районе, известном своими финиковыми пальмами, которые там и до сих пор выращиваются. Ну а это место, святое место пустое не бывает, ведь если оставить его пустырем, зачем? Так вот, тогда было решено, что это место будет передано в Етро и его потомкам. В этом может быть смысл слов Моше, о котором он здесь говорит. Если ты пойдешь с нами, то добро, которое Бог дает нам, мы сделаем тебе. То есть ты тоже получишь, пусть не навсегда, пусть никак свой фамильный удел, но все-таки кусок земли ты получишь в пользование до тех пор, пока будет построен храм и тогда придется передать эту землю тем, кто потеряет свой участок. И на этом Тора там заканчивает весь разговор. Диалог на этом закончился. Ну а как он закончился? Что Етро выслушал и, несмотря на это, упрямо стоял на своем «я пойду» или нет? Или, если ничего не сказано дальше, то значит, что он принял уговор Моше и решил все-таки остаться. Тора об этом ничего не говорит. Пишет Рамбан, Етро ему тогда ничего не ответил и создается впечатление, если ничего не ответил. Последняя фраза, фраза Моше, и она повисла в воздухе. И Тора на этом ставит точку. Значит, это последний аккорд. Стало быть, он принял его аргументы. Создается впечатление, что он принял просьбу Моше и поступил в соответствии с его волей и не оставил еврея. Если так, то значит, мы должны в дальнейшем во всех местах в Танахе, если где-то употребляется что-то рядом, то Етро должен быть, и его потомки, конечно, уже, они должны быть вместе с еврейским народом. И вот, к совершенно нашему удивлению, мы находим такой вот отрывочек. Во времена царя Шауля. Когда царь Шауль, первый царь Израиля, получил указание пророка выполнить обязанность, которая возложена на царя, об этом мы говорили на предыдущих уроках, в конце недельного раздела Бешалах, а именно уничтожение Амалека. Пока царя нет, нет этой обязанности, не было этой обязанности, как только был назначен царь, необходимо было это выполнить. И вот, как об этом сказано. Сказал Шмуэль Шауль, «Меня послал Бог помазать тебя над царством, над народом его, а теперь прислушайся к голосу речей Божьих». Так сказал Бог воинств. «Помню я, что сделал Амалек Израилю, как он противостоял ему на пути, преградил ему путь при выходе его из Египта. А теперь иди и порази Амалека, истребите все, что у них». Полностью. «И созвал Шауль народ, и подсчитал их в тылай. Двести тысяч пеших и десять тысяч мужей с колена Иуда. И дошел Шауль до города Амалека, и воевал в долине. И сказал Шауль кинейцу, «Уйдите, выйдите из среды амалекитян, чтобы не не погубить вас вместе с ними. Ведь ты же сделал добро всем сынам Израиля при выходе из Египта. Кто этот кинейц, кто этот киней, который сделал добро еврейскому народу при выходе из Египта?» Если мы внимательно посмотрим еще целый ряд отрывков, которые не будем сейчас цитировать, речь идет, киней так называется племя Итро, то есть потомки Итро. И вот им, потомкам Итро, говорит Шауль, «Я сейчас буду воевать с Амалекитяном, а вы здесь живете среди амалекитян, так вы же смотрите, чтобы вы не попали под горячую руку, потому что мы можем и вас тоже погубить. Поэтому вы быстренько-быстренько отдалитесь. Я ни в коем случае, не дай бог, не хочу поднимать на вас руку, потому что вы потомки Итро, которые сделали милость с еврейским народом». А что делают потомки Итро среди амалека, среди злейшего врага еврейского народа? Если, как мы понимаем, после вот эту самую сцену, которую описывает Тора в книге Бумикбал, когда Моше уговаривает Итро остаться с ними и идти с ними в Расисраиль, не возвращаться к себе, если Итро ничего не возражает в конце, очевидно, он принимает, все эти аргументы идут с ними, каким образом его потомки оказываются среди амалека. Они должны жить в Расисраиль, там, в районе Иерихо. «Арамбан. Однако в дни царя Шауля потомки Итро жили среди амалекитян, а затем пришли и вновь присоединились к сынам Израиля. И в Иерусалиме жили еще сыновья Йонадава бен Рехав». Во-первых, мы выждем сказать, я не знаю, как, я не знаю, почему, я не знаю, что вышло. Очевидно, в конечном итоге потомки Итро покинули еврейский народ, снова вернулись в Медьян и живут рядом с амалекитянами, кочуют там или еще как-то. Но с другой стороны, мы видим, что в дальнейшем в Иерусалиме живут потомки Итро. Одного из этих потомков называют Йонадав бен Рехав. Он упомянут в книге Ремияу и сказано, что он происходит из Кени, то есть племя потомков Итро. Значит, они снова вернулись тогда в Иерусалим. Другого объяснения, говорит, найти здесь трудно. И возможно, что еще при жизни Моше Итро или его сыновья возвратили свою страну. То есть, может быть, вполне, что Итро принял аргументы Моше, пошел вместе с ним в Росисраиль, но по дороге все-таки снова ушел. А может быть, и не так. Может быть, Кени и жившие среди амалекитян вообще-то были племенем Итро, но они обязательно из его потомков. Кени – это племя Итро. Да, но кто сказал, что они потомки? Они могли быть потомками его брата, хотя бы. А почему тогда Шауль не боится их тронуть? Да потому что в заслугу Итро царь Шауль проявил милосердие ко всему его племени. Подобно тому, как поступил в дальнейшем Юшуа бен Нун в отношении семьи Рахав. Рахав – она одна единственная, которая помогла еврейскому народу привзять Иерихо. Но при всем при этом Юшуа бен Нун поклялся, что он не тронет всех ее родственников, как она и просила, хотя они ничего хорошего еврейскому народу не делали. Может быть, даже и злопыхательствовали. Но в заслугу ее вся семья милуется. Это мнение Рамбана по пшату тех самых отрывков, которые, если собрать все те отрывки, в которых упомянут Итро, Кейни, его потомки, такая картина получается. А что говорили об этом наши мудрецы? Есть ли что-то в Талмуде или в Мидрашах? Продолжает Рамбан. Наши наставники тоже считали, что Итро пошел сынами Израиля. Что касается понимания вот этого отрывка из книги Бамидбар, в котором Муше упрашивает Итро, наши мудрецы тоже понимают, что в конечном итоге Муше удалось его уговорить. И считают, что он пошел вместе с сынами Израиля. В Сифре, это тоже сборник Мидрашей, там сказано, что ему действительно выделили участок в Иерихо, и его потомки жили там 440 лет. Это было как раз то время, когда был построен храм на территории колена Беньямин. Храм был построен, как известно, в 480 году от исхода из Египта, 40 лет пробыли в Синайской пустыне, значит, в Эрес-Исраэль пробыли 440 лет до строительства храма. Стало быть, на это время 440 лет область рядом с Иерихо была отдана потомкам Митро. И Раши тоже упоминает, об этом комментируя недельную главу Беалутха, там, там, где приводится вот этот диалог, который мы прочитали, Раши там так и объясняет. А вот в другом сборнике Мидрашей, в Мехильта, там повествуется, что Митро сказал Муше, я иду, чтобы обратить в еврейство жителей своей страны и привезти их к Шхене. Тогда, может быть, он не вернулся, ушел, делать гиуру своей семьи и не вернулся. Писание говорит не так. И сыны Кейни, тестья Муше, поднялись из города Пальм. Что такое город Пальм? Это и есть Иерихо. Таким образом, сыны Кейни, то есть кенийцы, на русском языке, кенийцы. Сыны Кейни, тестья Муше, поднялись из города Пальм. Стало быть, они жили в районе Иерихо. Вместе с сынами Иуды в Иудейскую пустыню здесь говорится об их участии в одной из войн. Стало быть, и они поселились там среди народа. Нужно сказать, заканчивая эту тему о кенийцах, потомках Итро, о том довольно непростом пути, который они проходят, когда с одной стороны они находятся рядом с Мушеей, вот они отправляются в Иерихо, вот они живут в районе Иерихо, и вдруг мы находим их, или по крайней мере часть их рядом с Амаликитянами, потом снова возвращаются или не возвращаются. Есть целая община, которая считает кенийцев, потомков Итро своими предками. Это друзы, которые живут в Израиле, в Сирии, в Ливане. По их преданию они происходят от Итро. Можем двигаться дальше. Когда Муше рассказывает Итро, о всем том, что произошло, написано так. И рассказал Муше своему тестью обо всем, что сделал Бог фараону и египтянам из-за Израиля, обо всех испытаниях, которые встретили сильные пути, и как Бог избавлял их от них, от всех этих неприятностей испытаний. И радовался Итро всему благу, который сделал Бог для Израиля. Тому, что Он спас их от египтян. Все благо, оно, все-все-все виды блага вместе, они равноценны тому, что Всевышний спас греческий народ от иго-египтян. Русский перевод не передает проблему, которая здесь есть. В этом предложении проблема, она вот такая. глагол, который упомянут здесь, который мы перевели, обрадовался, радовался, в оригинале передан редко употребляющимся словом ва-и-хад, по идее нужно было бы написать ва-и-смах, обрадовался, простое слово, которое означает радость. А здесь написано ва-и-хад, и вот существительное х-2, но тоже радость, но почему тогда Тора пользуется именно этим редко, достаточно редко употребляемым словом. Ну, пшад обрадовался, есть разные синонимы, есть радость мх, есть радость х-2, есть какие-то, может быть, различные оттенки здесь, ну, в общем, амидраж, амидраж, который требует в подобных случаях всегда буквального понимания этого, буквального понимания текста, говорит, что если написано здесь ва-и-хад, то нужно понимать это слово не только как радость, а есть у него еще второе значение, то есть, порадовался он за евреев, конечно, порадовался, но при всем при том, на саб-саро-хидудин-хидудин, у него мурашки по коже по спине побежали, отчего, когда он услышал о гибели египтян, пожалел, это не значит, что он не радовался, он радовался, он радовался тому, что Всевышний избавил еврейский народ, но можно было бы ожидать, что он порадуется еще и тому, что фараон был, мягко говоря, небольшой праведник, и его приближенные, его армия, те люди, которые угнетали таким шестоким, бесчеловечным образом, угнетали еврейский народ, что они получили свое наказание, что они утонули в воде, этому тоже можно было бы обрадоваться, как проявлению справедливости и правосудия Всевышнего, этого он не обрадовался, наоборот, мурашки по спине побежали. Говорит Раши. И радовался Итро, почему не сказано ваисмах, и обрадовался, сказано ваихад. Итро радовался, это простой смысл этих слов, мшат, а Медраж таков, и кожа пошла мурашками, поскольку он скорбел о гибели египтян. Как говорят люди, отсюда Раши подтверждает это явление народной пословицей, до 10-го поколения не отзывайся плохо об арамейцах в присутствии Гера. То есть, если есть человек, который сделал Гею, как Итро, он бросил все, он оторвался от своего народа, он присоединился к еврейскому народу. Если послушать иногда его высказывания о своих прежних собратьях, то на момента высказывается очень резко, в самых-самых резких тонах, рассматривает свой отрыв от своего народа, от своих бывших родственников, от той жизни, в которой он жил, как счастье. Да. При всем при том, при нем ни в коем случае нельзя высказываться отрицательно о его бывших братьях, о неевреях. Хотя по поведениям своим, кажется, он проявляет иногда больше национализма, чем евреи. Это да. А в глубине души нет. Такая человеческая душа. Поэтому мудрецы говорят, вот из того, как прореагировал Итро на рассказ Муши мы делаем этот вывод и должны быть осторожны в своих словах и не говорить лишнего, что вообще всегда правильно, когда говоришь и когда раскрываешь рот, посмотри внимательно, кто люди вокруг тебя, и чтобы не наступить человеку на больную мазу. Что еще говорит Итро? Теперь я знаю и сказал Итро, благословен Господь, который спас вас от египтян и от фараона, который спас народ из-под руки египтян. Теперь я знаю, что Господь выше всех божеств в том же, чем злоумышляли против них. Очень странная такая фраза, чтобы пытаться ее понять. Так теперь я знаю. Раньше, может быть, я осомневался. Теперь я точно знаю. И что я знаю? Что Бог выше всех божеств. А что его убедило в этом? Теперь я знаю. Вот сейчас я получил доказательство, что Творец мира выше всех других богов. А в чем это доказательство? В истории исхода? И кроме того, подчеркивается здесь всех божеств. А всех откуда ты знаешь? А может, есть такие, которые еще более крутые, с которыми Творец мира не сталкивался? А может быть, есть какой-нибудь там в Южной Америке витсли-пуцли или еще как-нибудь. Откуда ты знаешь про всех? И еще. Может быть, есть здесь ответ, откуда Итро, в чем то доказательство, которое Итро получил, что Всевышний выше всех божеств, это в окончании стиха, в том же, чем злоумышляли против них. Как это понять вообще? Слова здесь просто не приклеиваются друг к другу и уж совсем непонятно, каким образом в этих словах, если действительно это так, содержится какое-то доказательство, что Всевышний выше всех других богов. Посмотрим, как Раши анализирует этот отрывок. Раши здесь в анализе этого отрывка прибегает к помощи перевода Ункилуса на арамейский язык и пишет он так. «Теперь я знаю, знал его еще прежде». Понятно, что это не значит, что нельзя понять этот текст, который мы только что прочитали, что Итро впервые сейчас услышал о Творце Мира, как-никак он все-таки тесть Моше-Моше, явно его просвещал на эти темы. Так вот, знать-то, конечно, я его знаю прежде, но вот теперь особенно ясно, теперь после того, как я услышал весь этот рассказ об исходе из Египта и о рассечении моря вот теперь я знаю более ясно. Теперь я знаю, что Всевышний выше всех богов, но из этих слов вопрос, он же и ответ. Из этих слов можно заключить, что он знал все верования в мире, не было такой религии, которой бы он не исповедовал, которой бы он не служил. То есть, если Ятро, как серьезный человек, говорит, теперь я знаю, что Всевышний выше всех, это значит, что он действительно все, что можно было найти, перепробовал. То есть, это такой тип, мы уже говорили об этом на предыдущем уроке, тип правдоискателя, человек, который неустанно ищет, хочет найти истинную, поэтому он пробует еще и еще и еще и еще, не махает рукой в какой-то момент, а, надоело, пытается понять еще и еще, еще, таким образом перепробовал практически все религии, которые существовали на тот момент. И в чем же он видит доказательства того, что Всевышний выше всех? В том же, чем злоумышляли против них. Это следует понимать, вот эти непонятные слова, согласно арамейскому их переводу Онкилоса. Онкилос пишет так, что египтяне хотели погубить евреев, каким образом? Знаем, что фараон дал приказ топить всех еврейских, младенцев мужского пола в воде, но сами погибли, утонув в ней. То есть, Онкилос переводит здесь слово, которое упомянуто в оригинале, «ки выдавал шерезиду лэм изиду», который мы перевели как «злоумышляли». Онкилос переводит, пользуясь игрой слов, переводит это как «назид». Назид – это похлебка, сваренное блюдо. То есть, как говорит, опять же, народная пословица, в том котле, в котором они варили, то есть, тот котел, который они скепятили для того, чтобы сварить других, они сами в нем и сварились. В русском языке это выглядит, не рой другому яму, сам в нее не попадешь. То есть, они упали в ту самую яму, которую они вырыли для еврейского народа. Все это говорит, все это только описание метафорически того, что здесь, в этом рассказе Итро увидел действие принципа, который Всевышний управляет миру, «меда кенегет меда». То есть, то наказание, которое постигает человеку, оно, помимо того, что он наказание, оно еще, форма, в которую оно приходит, оно указывает за какое прегрешение это наказание пришло. То есть, есть у человека, который хочет беспристрастно посмотреть на факты, есть возможность понять, почему случилось вот такое вот, с ним случилось такое вот происшествие, такая-то беда. Понятно, что это работает не всегда, Всевышний никому не обязался, что всегда будет действовать принцип Миндакина и Гатмеда, но здесь он таки да, сработал. Египтяне, которые хотели утопить еврейских владенцев, которые хотели погубить еврейский народ в воде, сами в конечном итоге утонули и пустили пузыри. Стало быть, величие Всевышнего увидел здесь Ятро не просто в рассказе о силе Всевышнего, о том, как он управляет миром, как он в состоянии отменять действия существующих законов материальных, не в том, какие великие чудеса он творил, не в том, какая сила явилась при рассечении моря, а именно в том, что то, что египтяне получили, они получили мерой за мерой. Минда, кинегедминда. Так это получается у Ункилуса, и Раши вполне понимает то, что Ункилус написал, и он только так переводит эти слова. То есть, то, что сказано в том, чем злоумышляли против них, то есть, в том же котле, который они варили, злоумышляли, хотели сварить, евреев, они сами в нем и сварились, упали в ту яму, которую вырыли для еврейского народа. Так и объясняет Раша. В общем-то, не до конца это осталось понятно, потому что почему из всех сторон того, как Всевышний проявил себя во время исхода из Египта, на Итро больше всего произвело впечатление именно то, что получили медак и некедминда, меры и замеры. А если бы не было медак и некедминда? А если бы Всевышний вместо того, чтобы египтян потопить в воде, вместо этого их, не знаю, заморозил бы в лед или сжег бы их какой-нибудь молнии, тогда бы величие Всевышнего, который устроил то, что устроил в Египте, все эти 10 ударов по Египту и рассечение моря, оно тогда было недостаточно для того, чтобы убедить, что Всевышний выше всех остальных богов. Почему именно медак и некедминда? То, что Всевышний так вот мир и замер, это то, что его убедило больше всех. Харамбан объясняя этот стих напоминает нам дела давно минувших дней, а именно в книге Берри и Шиит есть большой спор между комментаторами, прежде всего, между Харамбаном и Харамбом. Спор он вот на какую тему. В Бритбен Абитари, во время заключения союза между половинками, Всевышний сообщает Аврааму, что ты должен знать, что потомство твое будет рабами в чужой земле, их будут пропощать, их будут угнетать, но при всем при том, но и народ, который будет их угнетать, я накажу, а после этого они выйдут с большим достоянием. Вопрос, если Всевышний постановил, что еврейский народ, потомки Авраама, это еще не еврейский народ, но уж по крайней мере потомки Авраама, если их будут угнетать, и это Всевышний постановил и сообщил Аврааму, что их будут порабощать и угнетать в чужой земле, то почему тогда народ, который выполнил это постановление Всевышнего, их и порабощал, и угнетал их самым изобретательным образом, почему они тогда заслуживают наказание, за что их наказывать, они всего лишь только исполнили волю Творца, в конечном итоге палачи, которые исполняют волю власти, они даже зарплату получают, почему же тогда здесь Всевышний обещает наказание тем, кто только выполнит его волю, чтобы еврейский народ прошёл порабощение и угнетение. Это вопрос напрашивается сам собой. Харамбам отвечает на него следующим образом. То, что Всевышний здесь постановил, это гзирак, лолит, это общее постановление, то есть, что еврейский народ, потомки Авраама будут порабощены, будут угнетаемы, но в нём не содержится предопределение конкретным индивидуалам, конкретным людям, конкретным египтянам, что они должны евреев угнетать. Есть гзирак, лолит, но каждый из египтян, который угнетал евреев, каждый, кто порабощал их, каждый, кто издевался над ними, он делал это, исходя из своего личного выбора. Поэтому он несёт за это ответственность. Гзира, она, лолит, предопределение, оно общее, в целом, а на уровне личности здесь каждый из них выбирал, быть ли ему топором в руках судьбы или нет. И если он это выбирал, то за это его ждало наказание. То есть, гзира была общая на весь Египет, а наказание получал каждый египтянин отдельно, в соответствии с своими заслугами. Так объясняет Рамбан. Рамбан не принял этого объяснения. И аргумент его простой. Даже если мы согласимся, хотя это совсем-совсем непросто понять вот это утверждение, что можно разделить между предопределением общим и личной ответственностью каждого, в конечном итоге общность людей, она тоже, она складывается из многих-многих-многих индивидуумов. Но даже если мы это примем, согласимся мы с Рамбан, что каждый из египтян, угнетая, конкретный египтянин, угнетая, еврея делал это исходя из своего свободного выбора, его постановление Всевышнего ни к чему не принуждало. Но этим выбором он выбирал. Что в конечном итоге он делал? Он только выполнял волю Всевышнего. Так опять же вопрос, мы возвращаемся к тому же самому вопросу. Так за что же его и наказывать? Поэтому, говорит Рамбан, безусловно, если бы египтяне делали только то, что Всевышний постановил, а это именно две вещи, ва вадум ве инум, то есть порабощать и подчинять, угнетать. Но здесь не сказано мучить, здесь не сказано издеваться, здесь не сказано бросать детей, топить детей в реке, здесь не сказано замуровать детей в сваях и в столбах. Все, все садистские мучения, которые придумывали египтяне, они, безусловно, ни в коем образом не входили в планы Всевышнего. То есть египтяне, они не просто выполнили волю Всевышнего, они отнеслись к ней еще и творчески, добавив от себя многие, многие, многие детали, на которые у них никакого права-то и не было. То есть если бы действительно они оставались только в рамках того, что Всевышний постановил порабощение и угнетение, тогда бы им оказание не полагалось бы. Но они прибавили и за вот эту вот добавку они несут наказание. Так вот, говорит Рамбан, если мы посмотрим, что говорит здесь Итро, теперь я знаю, что Господь выше всех божеств в том же, чем злоумышляли против них, вот это слово мы его перевели злоумышляли, онгелуз его перевел как часть игры слов от слова назид, то есть варево, похлебка, суп или еще что-нибудь в этом роде. А Рамбан говорит, это и означает вот это вот злоумышление, что он означает мысль человека, то есть то, что они прибавили, то, что они добавили к, за что они понесли наказание, за то, что они добавили к тому, что Всевышний предопределил. И только за это, и это было точно выверено, вот ни нинограмм больше. А теперь по Рамбану куда более понятно, что это то, что впечатлило Итро. Не просто то, что египтяне были наказаны. Понятно, что все чудеса в Египте, это все потрясающие великие вещи, а рассечение моря еще более потрясающая вещь, понятно. Но вот то, что в управлении Всевышнего сказалось здесь, вот это вот точная, абсолютная, аптечная точность в правосудии, что каждый получил не в общем и целом получил по голове за то, что евреев угнетал, нет, а то, что они получили ровно столько, сколько им полагалось, то есть там, где они превысили меру указанного им про обощение и угнетение. За это они получили наказание и это то, что настолько впечатлило Итро, поэтому он говорит эти слова, теперь я знаю, что Всевышний выше всех остальных богов. Ну и, пожалуй, приведем еще одно объяснение. Тех же самых слов в том же, в чем злоумышляли против них. Это объяснение Раби Цхокзеев Соловейча Карабина из Бреста. Он объясняет следующим образом. Рассказывает известную историю о руководителе Один из его предков Раби Цхокзеев из Воложина, руководитель Воложинской Ишивы. Второй руководитель после ее основателя Пхаем из Воложина. Так вот Раби Цхокзеев он помимо того, что он был руководителем Воложинской Ишивы, он довольно много занимался общественной деятельностью. Общественная деятельность тогда в его годы означала прежде всего постараться каким-то образом смягчить участь евреев, которые тогда под властью Николая Первого жили очень и очень тяжело. И материально было невероятно тяжело, и постоянные попытки ассимилировать, и постоянное ущемление в правах, и страшное совершенно постановление у кантонистов, когда забирали в рекруты еврейских детей на 25-летнюю службу в русской армии. В общем, условия жизни еврейского народа при Николае Первом были ужасающие. И Раби Цхокзеев Воложина ему часто приходилось ездить в Петербург для того, чтобы выпрашивать, вымаливать смягчение царских постановлений и указов и так далее. А вот в один из его приездов туда сановник, к которому он пришел на прием, решил завести с ним ученого беседу и задал ему следующий вопрос. Вот в псалмах сказано, есть такой стих. Мы его произносим в Валин. славьте Всевышнего все народы. Хвалите его все народы, все нации. Почему? Потому что на нас, на евреев, настолько усилилась его милость, настолько велика его милость на нас, что поэтому вы хвалите. Попытный очень пасук, трудно удержаться от упоминания. Один из основателей христианства, т.е. моспостол Павел, который проводил последовательную линию на привлечение, в самом начале христианства было такой иудео-христианской сектой внутри еврейского народа, которые верили в то, что Машия уже пришел, и в общем на этом вся их ересь кончалась. А вот тот, которого в дальнейшем стали называть апостол Павел, он вел последовательную линию на привлечение неевреев в эту самую секту, и в общем-то тем самым на отход от еврейского народа. Так вот в одном из своих посланий эту свою идею о том, что нет ни иудея, ни иеллина, нет разницы между евреями и евреями, он аргументирует вот этим самым стихом из царя Давида. Как там сказано? Славьте Всевышнего все народы, прославляйте его все нации. И здесь он закрывает кавычку и ставит точку. Доказательство стало быть нет, почему-то разве только евреи должны славить Бога? Все должны славить Бога, все народы, нет у евреев никакой такой особенности. Проблема в том, что он поставил кавычки, закрыл кавычки в середине стиха. Это излюбленный способ демагогического цитирования. Если тебе нужна цитата, то эта цитата приводится не целиком. В конце же там написано дальше почему? То есть еврейский народ говорит народам, вы народы, славьте Бога. Знаете, за что? Славьте Бога. За то, что на нас велика его милость на нас. Правда, в таком виде действительно посол становится с точки зрения еврея становится возмутительным. Как-то так. Царь Давид говорит, вы прославляете Бога за что? За то, что на нас велика его милость. Я понимаю, надо Бога прославлять, но, надо так сказать, прославляете Бога за то, что он со мной в таких индивидуальных, интимных отношениях и его милость изливается на нас. Вот такой вопрос задал русский сановник в Петербурге Рыбецелы Воложинов, который пришел к нему на прием. Объясните, Рыбе, этот вот стих из псалма царя Давида. Ответ Рыбецелы был ошеломляющий. Почему именно вам, господа, следует прославлять Бога, а не нам? Ведь мы же не знаем, какие интриги вы в своих уютных кабинетах здесь в Петербурге плетете против еврейского народа. Какие, что вы замышляете против него? Какие преследования, какие? Мы об этом не знаем, почему? Да потому, что очень часто, когда вы замышляете их, у вас ничего из этого не получается. Намеченные шаги по угнетению еврейского народа по разным причинам не реализуются. И они остаются у вас только на уровне планов. Мы о них поэтому даже не знаем, мы даже не знаем планы, которые вы вынашивали. к примеру, возьмем эту историю из более поздних времен. Большинство еврейского народа в период между 49-м и 53-м годом с начала кампании против называемых космополитов и до смерти Сталина, конечно, еврейский народ жил в тревоге, но люди даже не знали, что готовится, а готовилась на самом деле депортация всего еврейского народа в Сибирь, в Биробиджан, на Дальний Восток и так далее. С погромами должны были быть организованы погромы и затем, как акт гуманности и милосердия советская власть должна была депортировать евреев, чтобы спасти их от народного гнева в Биробиджан, на Дальний Восток и так далее. Так люди же об этом не знали. Большинство не знало. Кто-то где-то слышал. Все это было настолько тихо, любопытно, что даже архивных записей не осталось. Сегодня ученые перерыли все архивы. Нет никаких документов, которые подтверждали бы подготовку. А подготовка это велась. Люди, которые тогда этим конкретно занимались, они просвидетельствовали. Было это дело. Народ этого не знал. Не получилось. Почему не получилось? Сталин вовремя умер. И поэтому люди не знали. Большинство и сегодня-то не знают. Вот таким образом говорил Рыбыцын. Вы ведь против нас злоумышляете очень часто. Вынашиваете планы угнетения против нас, но эти планы не реализуются. А наказание за них приходит. Наказание за них приходит, поскольку есть правило, что по отношению к таким людям, как вы, Всевышний Мицареф Махшавара Али Масе, то есть Всевышний наказывает за злоумышление, даже если оно не реализовалось на практике конкретные шаги, в конкретные дела. Поэтому вы, видя, как приходит к вам наказание за те самые мысли, которые Всевышний знает, и за ваши планы, которые вы вынашиваете, хотя они не реализуются, вы можете Бога прославлять, не мы, потому что мы об этих планах даже понятия не имеем. Так сказал Рыбыцель ошеломленному русскому сановнику в Петербурге. Так вот, возвращаясь к вопросу об Итро, здесь произошло нечто подобное. Ведь Итро напоминает нам Брестский раввин, ведь он же был одним из трех ближайших советников фараона. Так говорит Медраж, у фараона было три близких советника Итро, Бель-Ам и Иов. С ними он советовался. И они занимали разные позиции по целому ряду вопросов. Вот в этой самой тройке вынашивались все планы, которые фараон хотел реализовать по угнетению еврейства для того, чтобы не дать им размножиться, для того, чтобы может быть даже уничтожить их. Не будем сейчас входить уже в детали конкретных, планов было много. Большинство из этих планов не реализовались, не получилось, не вышло. Но Итро хорошо знал об этих планах. Евреи об этих планах может быть тоже и не знали. Поэтому то, что увидел Итро, когда он выслушал внимательно рассказ Муше о всем том, что с ними случилось, и о том, как Всевышний наказал египтян, он увидел, что здесь была Медак и Медак мера и замера не только за то, что они сделали, но и за то, что они злоумышляли. Ибо он-то хорошо знал, немного было людей, которые присутствовали на этих советах у вараона. Эти советы были в очень ограниченном круге людей, большинство людей о них и не знало. И не опубликовывались эти постановления, эти планы. Но Итро-то знал, он-то там сидел, он-то все это слушал, и он увидел, что Всевышний наказал египтян не только за то, что они сделали, но и за то, что они злоумышляли, за то, что они планировали сделать против еврейского народа. Это, конечно, его повергло просто, это было для него потрясением. Отсюда он сделал этот вот, теперь-то я уже знаю, что Всевышний выше всех богов, почему, в том же, в чем злоумышляли против них. То есть получили они наказание не за то, что сделали, не только за то, что сделали, но и за то, что злоумышляли, о чем никто больше не знал, и взял Итро тесть Муше, жертву всесожжения и иные жертвы Богу. Что означает это принесение жертв? Поскольку Итро принял иудаизм, стал гером, на сегодняшний день Геюр заканчивается тем, что человек принимает на себя исполнение заповедей, делает обрезание и окунается в микву, а в то время было еще одно обязательное действие – принесение жертвоприношений Богу. И он, как принявший Геюр, приносит эти жертвы. «И пришел Аарон с ним, и с ним все старейшины Израиля есть хлеб с тестя Муше перед Богом». То есть в честь того, что он сделал Геюр, он сделал еще и трапезу благодарственную, который отметил свое превращение в еврея. Раши внимательно-внимательно читает эту фразу, чего-то здесь не хватает. «И пришел Аарон, и вместе с ним старейшины Израиля есть хлеб с кем? С тестя Муше перед Богом». А где Муше? А его почему нет? А он что, на этой трапезе не присутствует? Его Итро забыл пригласить? Не может же такого быть. А где же он тогда был? В Итраши. А где был Муше? Ведь это именно он пошел навстречу Итро. Он же вышел, когда Итро только послал ему сообщение о том, что он приходит. Муше выбежал к нему навстречу. Ведь это именно он пошел навстречу Итро и стал причиной всего того почета, который тот ему оказал. Ответ на это тоже ошеломляющий. Муше прислуживал им во время трапезы. Все пришли есть. Итро был здесь хозяином, который угощал в честь своего прихода в еврейство. И к нему пришел Аарон и все старейшины, а прислуживал им Муше. И, наконец, то, что написано в конце, что ели они хлеб с тестем Муше перед Богом, что означает перед Богом, говорят наши мудрецы. Сиуда, то есть трапеза, на которой присутствуют Талмидей Хахамин, мудрецы Торы, это все равно как трапеза в присутствии Всевышнего.